Мы считаем дни и недели, и то вздыхаем, как медленно тянется время, то удивляемся, как быстро оно несется. Молодые торопят жизнь, а старики жалуются на то, как быстро она пролетела. И все мы смотрим на календарь, который висит на стене или лежит в записной книжке. Календарь хоть и молчит, но управляет нашей жизнью. Недаром мы и дня не можем прожить, чтобы на него не взглянуть. Может быть, правы те мыслители, которые считают календарь самым важным изобретением человечества. Конечно, слова «календарь», «век», «эра» у нас на слуху постоянно. Что здесь может быть загадочного? Но осознаем ли мы, какой путь проделало человечество, пытаясь определиться с системой отсчета своего существования? Человек существует в нескольких циклах. Мы ложимся спать и встаем в соответствии с заходом и восходом солнца. Это биологическая необходимость, биологический ритм. Но если человека спрятать глубоко под землю в пещеру и отнять у него календарь и часы, то постепенно он перейдет на сорока-часовой ритм. То есть будет двадцать часов спать и двадцать часов бодрствовать. Это подтверждает, что у каждого человека есть внутренние биологические часы. Причем часы, по которым мы живем из-за смены дня и ночи, не совсем совпадают с теми, что есть внутри нас. Календарь – очень сложная система. Составление первых календарей заняло тысячелетия и основывалось на многолетних наблюдениях и осознании природных циклов. Поэтому, вероятно, первые календари появились у земледельческих народов. Одна из ревнейших легенд о смене сезонов, их называют календарными мифами, родилась в Месопотамии. Был у царицы небес и хозяйки полей Иштар возлюбленный тому с истинное дитя. Так называли бога растений. Благоденствовал вечно юный бог в зимние дожди и весной, но томительный летний зной обрекал Тимуза на нестерпимые муки. И каждый год у Месицы Сивану Майюн умирал страдалец, нисходя в подземное царство злобной Решкигаль и ее мужа Нергава, бога войны, болезней и смерти. Никто по своей воле, ни люди, ни боги, не смели проникнуть в обитель вечного мрака и тлена, откуда нет возврата. Но скорбящая Иштар нарушила запрет и пригрозила привратнику, охраняющему вход в преисподнюю. «Открой немедленно ворота, иначе я сокрушу замки и запоры, выпущу на волю всех ваших узников-мертвецов и станет на земле больше покойников, чем живых людей». Услышала об этом Решкигаль и в безумной ярости призвала бога чумы Намтара, чтобы он заточил незваную гостью в темницу, отдав на растерзание шестидесяткам болезней, поражающим сердце и печень, руки и ноги, глаза и уши. Пока несчастная богиня плодородия, горюя о возлюбленном, томилась в подземном плену, великой скорбью был объят осиротевший мир. Желтели и сохли травы, не было ни колоса, ни цветка на бесплодной земле, не щебетали птицы, угасала любовь и замирала жизнь. Тогда совет богов приказал выпустить из преисподней штат, но она потребовала, чтобы вместе с ней вернулся из подземного плена ее возлюбленный. Скорей же сейчас зубами от бессильной злобы, Эрешкигаль исполнила волю богов. И тогда воскрес из мертвых юный Томус. Он возвратился на опустошенную землю и покрыл ее пестрым ковром трав и цветов. Начали колоситься хлеба, цвести сады и наливаться янтарным соком виноградной гроздья. И каждый год этот процесс умирания воскресения повторялся. В своих молитвах об урожае шумеры называли Томуза Адон, «Господин Бог, Господь». Адонисом величали своего бога растительности и народы Финикии и Сирии, а царицу небес именовали Астарты. Этим богам поклонялись почти во всех странах Средиземноморья. Близ сирийского города в глубоком ущелье притаилось святилище Астарты. Здесь, перед началом весны, девушки, украшенные венками Азанемонов, под заунывные мелодии флеет лютин и арф, оплакивали смерть юного бога. Потом под пронзительные звуки труб и грохот барабанов пели и плясали, возвещая праздничный день воскресения Адониса. Из Финикии эта поэтическая сказка перекочевала на остров Кипр, а оттуда в Грецию. Адонис стал любимцем Афродиты, сначала покровительницей плодородия, потом всепокоряющей богиню любви и красоты. Красавец Адонис погиб на охоте, но по просьбе Афродиты всемогущий царь богов Зевс воскресил его и приказал властителю преисподней Аиду ежегодно отпускать Адониса к Афродите. И когда возвращается воскресший Адонис на землю, наступает весенний расцвет природы. Каждый год, разыскивая свою дочь Персифону, безутешная мать Деметра, Зевс отдал девушку в жены своему брату Аиду, хозяину подземного мира. В горе Деметра богиня плодородия забыла о своих обязанностях, и мир чуть не погиб. Только возвращение Персифоны спасло его. Но ежегодно она, теперь уже царица подземного мира, должна возвращаться к мужу. И каждый год страдает Деметра, а вместе с ней скорбит природа. У фригийцев ежегодно умирал Адтис, и его воскрешала мать богов Кибела. У египтян Исида помогала оживить убитого Осириса. Что ж, разными были имена и события, но сущность верования и обрядов почти не менялась. Первые календари почти у всех древних народов были лунными. Фаза Луны хорошо видна, и всегда можно сказать, начинается месяц или идет к концу. Но лунный календарь сложен. Легче узнавать время по звездам. Некоторые из них, ярко сияющие в зимние месяцы, скрываются летом. Созвездие Орион, например, ежегодно не видно в южных странах два месяца. В это время оно восходит после Солнца. Когда Орион впервые появлялся перед утренней зарей, жители тропических стран знали, пора приступать к Севу. В Древнем Китае близость весны предвещал небесный ковш, как называют там Большую Медведицу. Ручка этого созвездия при заходе Солнца смотрела на восток. Когда она в это же время суток была обращена к югу, значит, недалеко летом. К осени ручка ковша направлена на запад, а когда она повернется на север, готовься к зиме. У древних греков были свои сигнальные звезды, плеяды. Однако лунный календарь оказался очень неудобным для земледельцев. Лунный месяц составляли 29,5 суток, поэтому количество дней в месяц очередовалось то 29, то 30, а год составляли 354 дня. Причиной этого было несоответствие лунного года астрономическому. Постепенно накапливалась погрешность и даже при строгом следовании календарю начало нового года, а значит и земледельческих работ, перемещалось по сезонам. Древнейший солнечный календарь появился в Египте, вероятно, в четвертом тысячелетии до нашей эры. Хорошо известно, какую роль в жизни древнего Египта играли регулярные разливы Нила. Было замечено совпадение начала разлива Нила с появлением на небосклоне перед восходом Солнца звезды Сириус в дни летнего солнцестояния. Эту звезду из созвездия Большого Пса можно было видеть на Востоке в течение нескольких минут до восхода Солнца. Продолжительность солнечного года составляла 365 солнечных суток. В нем было 12 месяцев по 30 суток в каждом, плюс еще 5 дополнительных дней, посвященных покаянию и памяти умерших сородичей. Ну и этот календарь был небезупречным, Новый год постоянно перемещался, поэтому такой календарь называли блуждающим. Современный международный календарь является солнечным. Лунный же календарь до настоящего времени употребляется в ряде мусульманских стран. Также его использует христианская церковь при вычислении дня Пасхи. Люди много раз пытались усовершенствовать календарь. Например, в некоторых странах были календари лунно-солнечные, в Древней Греции, Китае, Древнем Риме. В 26 году до н.э. был реформирован египетский календарь. В результате реформы он стал постоянным и состоял из 12 месяцев по 30 суток и 5 суток добавочных, причем каждые 4 года добавляли не 5, а 6 суток. Начинался этот год 11 сентября. Риму мы обязаны самим понятием «календарь». Календы – первый день нового месяца. Календариумом называлась долговая книга. Оплатить проценты по долгам в Древнем Риме было принято в первый день месяца. В Древнем Риме седьмого века до н.э. использовался лунно-солнечный календарь, в котором было 355 дней, делившихся на 12 месяцев. Суеверные римляне боялись четных чисел, поэтому каждый месяц состоял из 29 или 31 дня. Новый год начинался 1 марта. Неточность календаря приходилось компенсировать. Раз в два года вводили дополнительный месяц в Марцедонии от латинского слова «платам», равный первоначально 20 суткам. В этом месяце должны были оканчиваться все денежные расчеты прошлого года. Однако несоответствие римского и астрономического годов этой мерой ликвидировать не удалось. Поэтому Марцедонии стали вводить два раза в четыре года. Используя свое право вводить в календарь дополнительные дни и месяцы, римские жрецы-понтифики настолько запутали календарь, что в первом веке до нашей эры назрела настоятельная необходимость в его реформе. После многих попыток в Древнем Риме было решено принять за основу астрономический год и разделить его на 12 месяцев. Эта реформа – одно из величайших достижений человечества, связанно с именем знаменитого римского полководца Юлия Цезаря. Реформированный календарь в его честь стал называться Юлианским. Для создания нового календаря был приглашен Александрийский острону. Перед реформаторами стояла все та же задача максимально приблизить римский год к астрономическому и благодаря этому поддерживать постоянное соответствие определенных дней календаря одним и тем же временам года. А Цезарь выбрал самый приятный месяц в году и назвал его июлем. Обессмертив таким образом собственное имя, он пошел на заседание Сената, где его убили неблагодарные заговорщики. Началом года стали считать 1 января, так как в этот день приступали к исполнению своих обязанностей кодсулы и другие римские магистраты. Впоследствии были изменены названия некоторых месяцев. В 44 году до н.э. пятый месяц в честь Юлия Цезаря стал называться июлем. В 8 году до н.э. шестой месяц августом в честь императора Октавиана Августа. В связи с изменением начала года потеряли смысл порядковые названия некоторых месяцев. Например, 10-й месяц децембр-декабрь стал 12-й. Новый юлианский календарь приобрел следующий вид. 1-й месяц, январь, януариус, получил название в честь двуликого бога Януса. 2-й, февраль, фебруариус, месяц очищения. 3-й март, мартиус, назван в честь бога войны Марса. 4-й апрель, вероятно, получил название от слова априкус, согреваемый солнцем. 5-й май, майус, назван в честь богини Майи. 6-й июль, в честь богини Юнонны. 7-й июль, в честь Юлия Цезаря. 8-й август, назван в честь императора Августа. А у 9-го, 10-го, 11-го и 12-го месяца названия остались прежними. 7-й, сентябрь, септембр, 7-й, октябрь, 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 8-й, ноябрь, новембр, 9-й, декабрь, децембр, 10-й. Хотя это теперь не соответствовало действительности. Юлианский календарь был точнее предыдущий. Если Египетский год опережал астрономические на одни сутки каждые 4 года, то Юлианский отставал от него на одни сутки через каждые 128 лет. В 325 году Первый Вселенский Никейский собор постановил считать этот календарь обязательным для всех христианских стран. Юлианский календарь лежит в основе календарной системы, которой сегодня пользуются большинство стран мира. Но постепенно календарь все же стал расходиться с действительностью. Пора уже собираться на праздник, а календарь показывает, что до него еще трудится и трудится. А священникам пришлось совсем туго весеннее равноденствие 21 марта. В конце 16 века приходилось уже на 11 марта. А это грозило в будущем, при условии сохранения равноденствия 21 марта, перемещением главного праздника христианской церкви – Пасхи с весны на лето. По церковным же правилам Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, приходящегося на период между 21 марта и 18 апреля. Опять возникла необходимость в реформе календаря. Календарь оброс поправками, как днище старого корабля ракушками. Наконец, под давлением ученых и священников, Папа Римский Григорий XIII в 1582 году созвал специалистов, которые высчитали, каковы накопившиеся погрешности и определили, что нужно сделать, чтобы от них избавиться в будущем. Автором проекта реформы был итальянский ученый, врач, математик и астроном Алоизия Лилио. Реформам призвано было решить две основные задачи. Во-первых, ликвидировать накопившуюся разницу в 10 суток между календарным и астрономическим годами. Во-вторых, максимально приблизить календарный год к астрономическому. Чтобы в будущем разница между ними не была столь ощутимой. Первая задача была решена административным порядком. Специальной папской булой предписывалось 5 октября 1582 года считать 15 октября. 10 дней пришлось выкинуть, как будто их и не было. Так велика оказалась погрешность. Таким образом, весеннее равноденствие возвращалось на 21 марта. Вторая задача решилась путем сокращения числа високосных годов, чтобы уменьшить среднюю продолжительность года юлианского календаря. 21 марта 1582 года в христианских странах был официально введен новый календарь. Папа скромно назвал его Григорианским. Новый Григорианский календарь был гораздо совершеннее юлианского. Каждый год теперь отставал от астрономического всего на 26 секунд. А расхождение между ними в одни сутки накапливалось через 3323 года. Григорианский календарь сначала был введен в Италии, Франции, Испании, Португалии и в Южных Нидерландах. Затем в Польше, Австрии, католических землях Германии и в ряде других европейских стран. Но далеко не все страны приняли новый календарь. Англия перешла на него только в 1752 году. А в тех государствах, где господствовала православная христианская церковь, еще долгое время пользовались юлианским календарем. Например, в Болгарии новый календарь был введен только в 1916 году. В Сербии в 1919. И у нас сопротивление церкви не давало возможности принять григорианский календарь. Здесь он был введен только в 1918 году. К этому времени разница между юлианским и григорианским календарями достигла уже 13 суток. Поэтому в 1918 году был издан указ, который предписывал считать следующий за 31 января день не первым, а 14 февраля. Поэтому наша церковь отмечает Рождество 7 января, тогда как весь остальной христианский мир – 25 декабря. А Старый Новый Год у нас приходится на 13 января. Такое положение дел сохраняется еще и в Греции. Там перешли на григорианский календарь еще позже – в 1924. В Греции тоже существуют две системы отчета праздников – гражданская и церковная. Но когда мы говорим о летосчислении, то все время имеем в виду систему, принятую в христианском мире. Именно в нем отчет ведется от Рождества Христова, то есть от того дня, в который две тысячи лет назад родился Иисус Христос. Дата эта условная, поскольку даже самые убежденные богословы сегодня признают, что ранние христиане ошиблись и убавили Спасителю три или четыре года. На самом деле он родился в третьем или четвертом году до нашей эры. Мусульмане, а их на земле сегодня не меньше миллиарда человек, скажут, что третье тысячелетие начнется в первый день месяца Рамазан 2623 года. Потому что именно в этот день, в 622 году, пророк-мусульман Магомед отправился из Змеки в Медиму. В 1789 году во Франции произошла революция, которую принято называть Великой. Революционеры отменили старую систему летосчисления и стали писать повсюду первый год республики, второй год республики и так далее. Даже месяцы переименовали на революционный лад. Во всех этих случаях мы имеем дело с эрой. От латинского слова «эра» – исходное число. Так называется исходный момент точка летосчисления. Возможно, что этот термин берет начало от первых четырех букв латинской фразы «от начала царствования Августа». Такая эра Августа существовала одно время в Александрии. В исходной точке отсчета времени нуждается любая календарная система. Отправной точкой летосчисления могло быть любое важное событие, в зависимости от того, что это было за событие. Различают астрономические, политические, религиозные эры. К первым, например, астрономические относятся эра Кали в Индии. Счет времени по этой эре ввелся от 18 февраля 3102 года до н.э., когда было зафиксировано особое взаимоположение некоторых планет. К политическим эрам относятся тем, исходной точкой которой служат даты основания городов, вступления на престол различных правителей. Религиозные эры имеют отправным моментом религиозные события. Рождение Иисуса Христа, смерть Будды, переселение Мухаммеда из Мекки в Медину. Современной международной эрой считается эра от Рождества Христова. Она была провозглашена в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, с кифом по происхождению. При составлении пасхали Дионисий высчитал год рождения Христа – 754 год от основания Рима. В VI веке эта эра распространилась в Западной Европе, а к XIX веку – во всех христианских странах. У нас она была введена с 1 января 1700 года. Конечно, любая эра, а их известно около 200, условно. Причем для правильного отсчета времени достоверность событий, от которого ведется отсчет, безразлична. Но отправляясь в путешествия по векам и странам, мы принимаем наиболее известную и знакомую нам систему отсчета годов и месяцев. Вот так, друзья, вот такое происхождение календаря. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была вам интересной. Подписывайтесь. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok